Друзья, всех приветствую! Ну что, Остап Бендер просто отдыхает. На наших глазах произошла просто, наверное, самая крупнейшая, самая нелепая афера века. Причем прокололись, как обычно, на мелочах. И эти мелочи, они очень заметны. И сегодня мы, конечно же, поговорим про ситуацию, которая произошла с Донецком и Луганском. Как вы все прекрасно знаете, Путин подписал все бумажки уже, признали, значит, и Донецк, и Луганск. Но что же здесь не так? Сегодня мы с вами пойдем по расследованию не как обычно, а немножко задом наперед. И начнем мы неожиданно с поста Володина, из которого ой как хорошо все прочитывается. Володин опубликовал в своем телеграме вот такую запись. Он заявил о том, что будет рассматриваться. Вопрос о ратификации договора, о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Но обратите внимание на этот абзац. Неделю назад Государственная Дума обратилась к президенту России с просьбой признать ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход принять это решение. Послушайте, друзья мои, но ведь здесь есть нотки фальши. Фальшь заключается в чем? Вот эта вся история с беженцами, когда у нас началась? Началась она 18 числа, правильно? Видео было записано, насколько мы с вами поняли, 16. То есть много лет там сохраняется ситуация одна и та же. И тут в какой-то момент в нашей Госдуме засуетились, Донецк и Луганск засуетились, сразу появились толпы беженцев, откуда ни возьмись. Все это происходит одномоментно и абсолютно не стыкуется по времени. По времени не стыкуется вообще везде, даже с подписанием договора Путиным, но об этом попозже. Смотрите, разговоры о признании начались еще в январе. Если не ошибаюсь, 19 января КПРФ предложила это все дело. Эвакуация беженцев началась через месяц, а Володин говорит, что они были вынуждены в этой ситуации принять такое решение. Вы понимаете, что здесь происходит все задом наперед. Про беженцев в то время речи еще не шло. Все, кто хотел убежать, соответственно, оттуда, уже давным-давно убежали. Мы с вами это тоже понимаем. Сначала были беженцы, потом признание. По факту мы понимаем, что сначала заговорили о признании, потом появились беженцы. Ладно, то, что было между, я вам рассказывал, теперь давайте вернемся к концу. 21 числа прошел Совет Безопасности. На Совете Безопасности Путин давил на своих коллег, и он прям действительно давил. Путин сам очень сильно нервничал, коллеги нервничали. И было абсолютно очевидно, что они хотят это сделать максимально быстро. Давайте посмотрим один из отрывков, и вы поймете, о чем речь. Причем это было жителями Крыма и Симостополя. Это решительное мнение высказано в ходе самого демократичного, самой демократичной процедуры в ходе общенародного референдума. Я считаю, что мы и в нынешней ситуации просто обязаны поступить таким образом. Согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс, с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я… Или признавать суверенитет их в республике? Да, я… Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании… Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Вы слышите, глава внешней разведки, мы понимаем, что это крайне серьезное ведомство, стоит и нервничает, как школьник перед учительницей, когда его заставили рассказывать стишок, который он дома не выучил. Он даже перепутал вообще, о чем речь идет. Речь, конечно, шла о признании, он вообще заговорил про присоединение. Очень видно, как он нервничает и очень видно, как Путин на него давит. У меня сложилось четкое ощущение, что они прям торопятся. При всем при этом в соцсетях заметили, что это была не прямая трансляция, а что это была склейка. Ну, во-первых, был момент, где было видно грубую склейку в речи Матвиенко. Во-вторых, выступление генпрокурора Краснова вообще почему-то вырезали. Но вы понимаете, что из прямой трансляции вырезать вот так в моменте, ну, нельзя ничего. Соответственно, это подтверждает, что была не прямая трансляция, а была запись. И давайте обратим внимание на выступление сына Кужугета. Посмотрите, пожалуйста, на его часы. На часах власть палилась уже не раз. Палили мы с вами и Путина уже. И вот тут спалился Шойгу. Посмотрите, а который час показывают часики Шойгу? А у Шойгу, насколько я вижу, часики показывают примерно 12.45-12.47. Крайне любопытно. Но подождите, ведь вот это заседание было совсем в другое время, гораздо позже. Это было по московскому времени примерно в промежутке с 5 до 6 вечера. Если я не ошибаюсь, все выступление Шойгу было примерно в 17.40. Ну, хорошо, может быть, Шойгу живет по какому-то другому времени. Но запомните вот эту цифру 12.47. Она очень важна. Во сколько Путин обращался к россиянам? Во сколько, судя по прямой трансляции, опять же прямой в кавычках, сейчас объясню почему. Во сколько все это было? Это было уже поздно вечером. И я сам смотрел эту прямую трансляцию. И знаете, что там не так? Вы посмотрите, пожалуйста, на часы Путина. А часы Путина показывают тоже не то время, которое было на момент подписания. На момент подписания договора на часах у Путина 12.15. 12.15 ночи это не может быть, потому что транслировалось это раньше. Соответственно, речь идет о 12.15 днях. Получается, исходя из этих фактов, я ни за что не поверю, что у Путина и у Шойгу часы идут по какому-то другому времени, нероссийскому. Соответственно, вывод напрашивается сам собой. В 12.15 Путин подписал документы, потом в скором темпе. И этим как раз объясняется вот эта нервозность на видео. Был проведен вот этот совет. Получается, совет провели после того, как документы были уже подписаны. А россиянам показали и на весь мир показали это вообще вечером. То есть сначала все сделали, а потом уже позже в записи показали. Соответственно, мы с вами видим здесь элемент аферы. А Стаббендер, друзья мои, просто отдыхает. Получается, сначала разговоры о признании, потому что мигранты, а потом только мигранты. Сначала подписали документы, потом провели совет. То есть все сначала решили, сделали, а потом это подали так, будто это происходило вот на наших глазах. Друзья мои, ну это откровенная липа, это откровенная фальшивка. Балятся просто на мелочах. Ну и соответственно, в завершение показали красивые картинки. Будто люди вышли на улицу, будто люди празднуют. Но опять же, обратите внимание. На видео с празднования, как сообщили пропагандисты, и люди высыпали в центр города. Буквально несколько человек, несколько человек с флагами, которые откуда-то они взяли ночью. Тоже совершенно непонятно. Все с флагами, тут же притащили музыку, организовано это все было. Соответственно, мы понимаем, что данное мероприятие было запланировано. Ну и соответственно, послушайте вот этот момент. Вот это более полный кадр. Так вот, все отыграла музыка. Отмахали флагами. Репортеры сняли это все. Уважаемые коллеги, как быстро развернулись, вот так же быстро и собрались. Пять минут и никого не должно быть. Все. Пять минут и никого не должно быть. Все. То есть быстро организовались, притащили, как вы видите, генератор, подготовились, акустику поставили. Опять же, соответственно, я делаю вывод, что все это было просто-напросто запланировано заранее. Что все уже все знали. Оставалось только создать элемент неожиданности, как будто люди не ожидали, как будто вот они сейчас искренне этому рады. Поставить большую жирную точку в вопросе правдивости данной постановки. Слушайте, на кого вообще все это рассчитано было? Зачем вот эта вся клоунада? Зачем создавать вот эту интригу, когда и так все было понятно еще до? Ну, в общем, мы опять же понимаем, что нас пытались обмануть. Следом ночью сразу появились кадры, как будто Россия вводит войска на территорию Донецка-Луганска. Информация эта не подтвержденная, но тем не менее пошла речь о том, что будут вводиться войска. И давайте же попробуем разобраться, а для чего это все было. Смотрите, иллюзию создали, фейков наколепали. Атмосфера вся такая опасная воинстве. Официально войска, получается, сейчас ввести можно. Мобилизация идет. Мобилизация идет на территории двух республик. Но зачем же эта вся мобилизация? Вот послушайте этого человека. Сообщается, что это депутат парламента в ДНР. Владислав Бердичевский. В договоре, который подписал Владимир Путин, есть пункт о том, что Россия окажет военную поддержку и гарантирует безопасность на территории ДНР, ну и Луганской Народной Республики, естественно. Поэтому российская армия уже пересекла границу Донецкой и Луганской Народных Республик. И сейчас заняла свои позиции на севере и на западе республики. Задача безопасность. Задача установить мер на территории республики. А давайте теперь попробуем с вами разобраться, о каких же границах речь идет. Вопрос, друзья мои, сложный. И сейчас даже опытные политологи не могут конкретно на него ответить. Но давайте сейчас на примере простого человека. Я надеюсь, что так будет понятней. Посмотрите сейчас на эту карту. Посмотрите, вот часть территории, причем это огромная территория, которая находится под контролем Киева. И вот она территория, которая находится под контролем, соответственно, ДНР, ЛНР. Это та территория, на которую, как мы с вами понимаем, опять же, исходя из слов этого депутата, введены войска. И вот представьте, вы считаете, что, допустим, какая-то пограничная с соседом территория на огороде ваша. И вот как-то утром вы выходите и видите, что сосед вашу территорию, которая, по вашему предположению, принадлежит вам, засаживает картошкой. Ваши действия. И вариантов-то там немного. Либо, соответственно, мирное урегулирование вопроса, либо какая-то прямая стычка, либо есть еще третий вариант, сходить в кадастр и сделать все по закону, разобраться. Но вот такие политические вопросы, это не картошка, в кадастр здесь не исходишь. И сейчас постараюсь быть максимально непредвзятым, Украина считает это своей территорией. А власти, соответственно, Донецка и Луганска считают это своей территорией. И Донецкая, и Луганская область значительно больше, чем та территория, которая подконтрольна вот этой самой власти. О каких границах на речь идет? Я понимаю, что вы готовы воевать. И границы 2014 года, признание республик в этих границах говорит о том, что ВСУ вам придется вытеснять с помощью российской армии. Я могу пока сказать об этом пороге. Конституции Донецкой Народной Республики, Конституции Луганской Народной Республики, границы в рамках Донецка и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время. Но есть и другое альтернативное мнение, что сейчас вот эта вся мобилизация, что история вот эта вся с водом войск, она затеяна для того, чтобы границы, так скажем, расширить, освободить вот эти территории, которые находятся под контролем Украины. Сложно, конечно же, быть здесь непредвзятым, но, друзья мои, возникает большой вопрос. А что тогда будет дальше? То есть, либо Украина добровольно освобождает эти территории, а я вам сейчас с соседом пример привел, и судя по тому, как настроена Украина, она не собирается отходить с этих территорий, ну, либо речь может идти только о каком-то военном конфликте. И если посмотреть на ситуацию со стороны, вот представьте себе, вы считаете территорию своей, на эту территорию вторгаются войска, пахнет объявлением войны. Не хочется, конечно, говорить о таких вещах, я знаю, что сейчас в комментариях шквал начнется, но, друзья мои, если смотреть правде в глаза, то, судя по всему, и это только мое предположение, только мое, заваривалась вот эта вся каша с беженцами, с признаниями и так далее, чтобы расширить границы. Я могу ошибаться. И вы можете сейчас кидаться грязью, можете соглашаться, но в воздухе, очевидно, повиснет вопрос, а что же дальше? А дальше, друзья мои, что будет, однозначно сказать, ну, очень сложно. Заварилась такая каша, которую расхлебывать придется очень даже долго. Потому что заявили уже, что на восстановление инфраструктуры Донбасса потребуется около полутора триллионов рублей. Об этом заявил сенатор Сергей Рябухин. Деньги, конечно же, будут выделяться из бюджета, соответственно, мы понимаем, что это денежки налогоплательщиков. Ну и все-таки попробую ответить на вопрос, что же будет, вот такой мыслью, друзья мои. Эта мысль простая, но она о нашем будущем. В Крым съездило гораздо меньше россиян, чем осталось без штанов. Судя по всему, пришло время затягивать пояса. Судя по всему, пришло время затягивать пояса.